В Дагестане будет проведена мусорная реформа. Об этом заявил на заседании регионального политического совета партия «Единая Россия». Собрание прошло под председательством спикера парламента Хизриших Саидова. Подробности у Хадижи Курбановой. Все члены партии на заседании и собрании можно считать открытым. На повестке дня несколько актуальных вопросов. В числе первых – реализация проекта «Чистая страна». В ВОРамках в республике было проведено свыше 200 экологических мероприятий. В дальнейшем будет сформирован общественный совет по работе над экологическими проблемами республики. Также, по словам докладчика, специалистами будут обследованы родники и арт-скважины муниципалитетов и проведены лесовосстановительные работы. Не остался без внимания и вопрос о Махачкалинском коре. Для обследования поселка Семенедель выявили все факты, которые сбрасываются в кор. В наши предложения вошли в бюджет города Махачкалы. То, что в начале года началась реализация именно отводного канала, от кора, который будет переплатывать все стопки, которые идут под соком Семенедель, именно с верхней части, с северной части, это начало реализовываться. Мы все предложения внесли как городское собрание и администрацию города Махачкалы. «Чистая страна» – это проект, направленный на наиболее эффективное решение экологических проблем России. Оценку его реализации дал хизрийших Саидов. По его мнению, это очень важный проект, как для республики в целом, так и для каждого муниципалитета в частности. «Работы предостаточно. Даже вот в том же городе Буйнакске, о котором вы говорите, вот я заезжал туда несколько раз и говорил с главой муниципального образования. При въезде в город, там просто, можно это назвать как угодно, весь мусор на сконе этой горы, все коровы там пасутся, я не знаю, как этого вы не заметили. И, значит, вместо того, чтобы там посадить деревья, очистить это все, это же въезд в город, вот с правой стороны заезжаешь, тем более после поломки этого моста все ездят оттуда, в эти горные районы. Ну ничего не сделано. Вот основная задача вот этого проекта, она заключается в том, чтобы заставить работать соответствующие министерства и ведомства. Вообще надо научиться мало говорить, а больше делать. И тогда будет больше пользы. Много проводится субботников, много делается. Но тем более, тем не менее, работы очень много. По всем направлениям. На заседании также было озвучено, что каждый партиец теперь будет закреплен за ходом строительства объектов республиканского, федерального и местного значения. Предложение позволит усилить общественный контроль за ходом реализации тех или иных программ. Представленный доклад поддержал спикер парламента. Вот два проекта мы должны заслушивать и принимать соответствующие решения. Кроме этого, в рабочем порядке, есть же у нас и другие формы работы. Там тоже необходимо рассматривать вот эти все проекты и знать, что происходит. А не в конце года бегать, когда остается два месяца. По ПФА, там чего-то не хватает, то деньги не вовремя поступили, то еще что-то произошло. Все представленные доклады с некоторыми доработками были поддержаны. В завершении мероприятия состоялось торжественное вручение партийных билетов новым членам Единой России.